Полмиллиона долларов. Такую крупную сумму впервые удалось привлечь простым одесским студентам из политеха. Напомню, ребята создали устройство для контроля осанки спины. Полученные деньги Мэвикс потратит на промышленный дизайн. Создание прототипов для массового производства, подготовку к выходу на кикстартер, а также маркетинг и рекламу. Мы летом, где-то в июле, познакомились с представителем на одной из конференций в Киеве. И до октября мы вели переговоры и привлекли первый раунд инвестиций. Мы сошлись много на синергии, то есть это тоже важно. Взаимодействуем не только по финансам, но и по менторству, по помощи в плане аналитики, бизнеса и так далее. Виктор Лоуштан, руководитель проекта, показывает, как их устройство выглядело еще полтора года назад. Ну вот здесь представлена наша, так сказать, история. Это второе наше поколение устройства. Вот внутри даже можно посмотреть, что это находится. Это полностью мы сами делали плату. То есть все напаивалось. Тут еще два аккумулятора стоит. Уже сегодня девайс выглядит вообще по-другому. В таком виде он будет представлен на сайте Kickstarter, где привлеченные средства уходят на реализацию творческих, научных и производственных проектов по схеме краундфаундинга. Это позволит достойно конкурировать на мировом рынке. Сегодня разработкой дизайна приложения и веб-сайта Mavix занимается Ксения Филипчук. Когда у нас появились инвестиции, у нас появилась возможность поработать непосредственно уже с профессиональными дизайнерами. Мы сотрудничали с Гензелом. Это дизайн-бюро Киевское. Там есть очень приличный, скажем, графический дизайнер Илья Кичук. Он сейчас выступает как арт-директор проекта. То есть я работаю под его эгидой, скажем так. Он просто мой руководит и дает какие-то дизайн-концепции. Благодаря инвестициям от компании Юби Тауэр, молодая команда отправится и на масштабную конференцию электроники ЦЭС в Лас-Вегас в конце декабря. Там ребят ждут огромные возможности и шанс продемонстрировать все преимущества девайса. Там будет первая такая глобальная презентация нашего продукта на мировой рынок. Это просто вау, потому что мы студенты Украины, мне вообще 19. Я самый молодой участник этого проекта. И уже есть возможность попасть на мировой рынок. Да, я загорелся этим проектом. Это очень круто, это очень здорово. Мы чуточку сделаем этот мир лучше. Самую малость, но мы сделаем его лучше. Не от идеи, а от самой команды. Зависит успешность проекта, считает Вадим Роговский. С ребятами познакомились на студенческой конференции IT-Эврика. Уже тогда понял, у проекта есть перспективное будущее. А такие крупные инвестиции – редкость для украинского рынка. Это показывает именно зрелость команды и ее способность решать вопросы. Они-то не нажимали свою идею инвестору продать. Продать эту идею, продать себя, продать то, что они могут это сделать. Они это сумели. Это их личное достижение. И поэтому основываясь на это, можно сказать, что они пойдут далеко. Сейчас команда готовит обновленный брендинг, запуск нового сайта и социальных аккаунтов и параллельно работает над созданием новой электроники и прототипов. Яна Нестеренко, Кристина Немченко, Никита Кричко, Алексей Филиппов, 7 канал.